Храм Троица в листах. Метро Сухаревская, Москва. Рядом шумит Сретенка. Храм Живоначальной Троицы в листах. Такой тихий уголок, но очень на оживленном месте. Сретенка шумит проспект Мира, Сухаревская площадь. Все это на одном пятачке. А здесь как будто бы время остановилось в 17 веке. Действительно, на этом месте был когда-то деграмный храм, еще в 1630 году. А потом уже построили стрельцы себе каменный величественный собор. Вот освестили его в 1661 году. Один из старейших храмов в Москве. Здесь была граница. Москва заканчивалась, был рубеж. И начинался путь в Троицу Сереговую Лавру. А название листы произошло от того, что здесь продавали бочные картинки, листы, которые выставляли печатники прямо у ограды этого храма. Вот при дуновении ветра эти листочки шелестели и очень запоминались. Вот этот вид был очень характерный. Чудесный день, 13 сентября. История храма неразрывно связана с укреплением государства и с укреплением армии и флота. И, естественно, храм находился под покровительством Романовых и патриархов. Особенное попечение храме имел Петр I за верность сохраненную ему полком Лаврентия Сухарева во время стрелецкого бунта в 1689 году. И церковь даже поступила до казенное обеспечение. Ну а позже церковь была причислена к Адмиралтейским. Потому что в соседней Сухаревой башне размещалась школа математических и навигацких наук. Первое светское учебное заведение. Ну а учителя и ученики являлись прихожанами Троицкого храма. Даже когда позднее была создана уже Морская академия в Петербурге, то в Сухаревой башне продолжали действовать подготовительные классы. В храме золоченые иконостасы, стяная роспись великолепная. Проходят частые реконструкции в XIX веке. Приезжают высокие гости. В 1930 году последний настоятель Владимир Страхов был расстрелян. И другие священники храма тоже были подвержены гонениям, провели в ссылки. Их список очень большой. Храм закрыли окончательно в 1934 году. Даже была разобрана вот эта великолепная колокольня. Храм разрушался. Спасли его по описаниям и чертежам Барановского, архитектора Ижурина. Началось спасение храма в 1980 году. Сегодня особенный день. Листопад. Храм Троицы в листах. 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 Продолжение следует...